Всем привет дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес и мы сегодня будем играть в Paint the Town Red и у нас сегодня необыкновенный уровень, как обычно. Смерть или ты? Кто победит сегодня? Ребята, будем биться против смерти! Ребят, если нравится Paint the Town Red, то прямо сейчас ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии. Прямо сейчас поддерживайте лайкосиком, сегодня будем сражаться против, ребята, самой смерти. Новый скин, ребят, новый скин в Paint the Town Red, а также будем проходить еще очень страшненький уровень после этого, сразу же. И блин, я вижу, что здесь происходит, ребят, что здесь происходит. Здесь смерть, знаете, такая вот, видите, у нее прям глаза змеиные, обратите внимание, какое у нее лицо. Прямо как у змеи глаза, видите, прям моргает, офигеть. Хлещет моего дружбана, или подругу, я не знаю, что происходит, и пошло, 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 месиво. У меня, кстати, в этой комнате ничего нету. Так, стой, 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 стой. Ох ты, нифига себе, рубануло-то как, а? Смертушка-то, а? Смертушка. Сегодня будем биться против самой смерти, обалдеть. Я, не знаю, буду ногами-руками ее бить. Получается, оружие там мне не дали, потому что из этой комнаты вообще никак не выйти, друзья. Эта комната абсолютно одна и без какого-либо оружия. Я, ребят, не знаю, буду я стоять, наверное, на перемоточку, вырежу моменты. Сколько мне придется хлестать этой смерти, я даже не понимаю. Просто, наверное, очень долго. Очень долго. Ну, скин прекраснейший, вы обратите внимание, ребят, какой скин, какая красота. Глаза у смерти. О, хорошо прошел ударчик у нас отличненький. И можно с ноги немножко вот так вот пробить. Глаза у нее прямо настоящей змеи, я не знаю. Ну, довольно страшный, очень хороший такой проработанный скинчик, прекрасненький. Я думаю, что, друзья, вы напишите в комментариях ваш отзыв о настоящей смерти в Пейнта Таундрат. Мы никогда не видели, кстати, как она выглядит именно в данной игре. Но вот здесь ее сделали вот таким вот образом. Друзья, жду ваших комментов. Ну, а я сейчас, наверное, буду ее хлестать, хлестать, хлестать. И часть я вырежу, потому что, наверное, уйдет на нее сколько времени, я не знаю, сколько мне нужно. Сколько нужно времени, чтобы убить смерть? Это же вообще, это же, это же нонсенс получается, да? Я не знаю, ребят, сколько уйдет на нее времени, но попробуем. Попробуем ее затащить. Боже, я уже бью его минут, наверное, 10. Это офигеть. Это просто жесть, ребята. Посмотрите, он уже на себя не похож. Все уже схолестались. Бьемся за смертью. У меня нет ни оружия, ничего. Одними руками, ногами только хлещу. Но нужно вовремя отходить. Ребята, вообще жесточайший, хардкорный уровень. Да! Воу! Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Мы все-таки это сделали, ребят. Мы все-таки это сделали. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Все. Теперь бессмертный. Да, мы, ребят, победили смерть. Painter Town Red такого уровня. Серьезно, здесь не было. Просто мега-хардкор. Всем рекомендую, ребят, скачать этот уровень. Попробовать себя. И, собственно, победить смерть. Вот так вот, друзья. Я надеюсь, вы меня поддержите лайкосиком. А мы отправляемся дальше. Хоррорлэп называется. Уровень Хоррлэп. У нас сегодня такие страшненькие. Страшненькие серии будут по Painter Town Red. Ребята, и что-то у нас подождите. Где мы находимся? Мы находимся в страшной хор-лаборатории. Это, ну, я не понимаю, кто это у нас танцует. Ну, кто-то здесь веселый. Это уже хорошо, в принципе, ребята. Если кто-то уже здесь весело есть, это уже круто. Посмотрите, дверь. И тут у нас сочится что-то. То ли кровь, то ли что такое. Давайте откроем, посмотрим. Я ничего не вижу. Там все в крови. Друзья, там все в крови. Куда идти? Так. Тут ничего нет. Тут ничего нет. Возьму-ка я огрызок от бутылки. О, здесь еще и тесаки есть. И еще нож. У-у-у. Шикарно, шикарно. Оба, да здесь ночей еще чуваки какие-то есть. Посмотрите, ночью тут вот ребятки стоят какие-то, а. Так, тут, правда, ничего не видно. Я попробую сейчас зайти в темную-темную комнату. Мне самому едва что-то видно. Наверное, YouTube еще делает все темнее. Вот, давайте сюда зайдем. Опа, тут у нас, в принципе, есть друзья. Нормально, нормально. Это хорошо, что у нас такие вот ребятки есть, в принципе. Это нормально, это прекрасно. Давайте возьмем тесачуй, тесачучек. Ну и, соответственно, попробуем, попробуем пройти дальше. Тут у нас, по-моему, еще одна была комната. Темная-темная комната, но в ней я тоже ничего не вижу. Пустая, абсолютно темная комната. Проходим сюда. Так, вышли. Вышли мы здесь. И здесь у нас какая-то интересная, интересная комната. Что здесь творится? Чувак, вроде бы как наш дружбан, кушает мясо. Стейк. Здесь два товарища. Какая-то кнопка или что? Это у нас такое? Ух ты. Там, подожди, какая-то лаборатория, возможно. Слушайте, это лаборатория. А, это вот эта вот большая пробирка. Подожди, за ней кто-то стоит. За ней кто-то стоит. Это тоже наш дружбан, посмотрите. За этой пробиркой стоит кто-то. Зеленая какая-то жидкость. Ух ты, да здесь дробашись и пистолет. Пистолет. В крови и зеленая какая-то жидкость вытекла отсюда. Что здесь происходит в этой лаборатории, друзья? А что здесь происходит? Я не понимаю. Я просто не понимаю, что здесь творится. Давайте, наверное, вольнем вот кого-нибудь, наверное, из этих вот так вот. Бам! Все, готово. Пошла жара. Ух ты, да тут еще и спартанец. Да ладно, ты-то откуда у нас взялся? Ты-то у нас откуда взялся? У нас есть, между прочим, еще и тисачочек. Вот так вот по ножкам, по ножкам. Сразу же, конечно же, отдыхай, отдыхай. Все, свободен. И тут у нас пошла вообще жарища. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там у нас просто мясо какое-то происходит. Так, 8 человек тем временем осталось. Это хорошо, это прекрасно. Так, это вот типа грохнули, грохнули. 5 человек уже. Вау, да это вообще топ, ребят. Топовый уровень, вообще прекрасненький. Смотрите, немножко раненый. Ранен, да ладно? Чего? Он по мне попал один раз с кулака, и меня сразу же убил вот это Хорлэп, ребят. Вот это, вот это лютый уровень, мега-хардкор какой-то. Давайте вот этого товарища сразу же загасим и погнали. Так, вот так же. Слушайте, здесь ни разу нельзя пропустить, я так понял, да? Ни одного малейшего даже толчка, ударчика там, небольшого, небольшого ударчика даже. Вот это, ребята, мега-хардкор. Я что-то не помню, что-то такое было, чтобы от кулака сразу же умирали. Ну, это прям вообще что-то прям сногсшибательное. Какой-то просто невероятный хардкор. Так, заходим сюда. И тут у нас... Тут у нас... Тут у нас... О-о-о-о-о-о-о, спокойно, 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 родной. Ну-ка, давай-давай-давай-давай-давай. Тебе еще, может быть... Тихо! Тихо! Меня вальнули, я не успел прыгнуться. Ребят, вот это да, вот это уровень, слушай, я не ожидал. Так, подождите, в эту комнату заходить мы точно не будем. В эту комнату мы точно не заходим. Давайте я сюда сразу же пройду. Возьму себе дробашек и с дробашом уже будем всех месить. Я думаю, что как-то, наверное, вот так вот мы сделаем. Сразу же вот в темноте вот этих вот двух сразу же сольем. Может быть, спартанц тоже бы слить. Ох, ребята, да, вот это... Так, по ногам мы сразу же уничтожаем просто так. Этого товарища тоже слили нормально. У меня тут много друзей, поэтому я думаю, что будет норм. Главное, по своим не попасть. Вот этого товарища. Тот самый огромный, вот видите, вот этот двухметровый дядя. Они... Ничего себе он стулом сразу же слил его. Ах ты зараза! Так, мочите его, мочите, 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 мочите. А я побежал, наверное, за тесаком. У нас где-то здесь же тесак был, по-моему, да? Или не здесь, или он был не здесь. Два человека осталось, ребят, два человека. Ну, я думаю, мы затащим. Два самых огромных дядьки. Так, погоди. У него пистолет, у него пистолет, у него пистолет. Мы всего сделаем. Да, я, ребята, думаю, что мы его затащим. Да-да-да-да. Так, вот так, вот так, вот так. Ну, тут у нас оружие, слава богу, есть. Это уже хорошо. Но он взял в руки пистолет. Там один, правда, патрон. Но я смотрю, вот этот вот товарищ, он очень лютый, ребят. Очень-очень-очень лютый. Ни одного удара нельзя пропустить. Посмотрите, на что он уже похож. Об него ломаются мечи. Ему вообще пофигу. Все, ему абсолютно на все пофиг. Так, жесткий, малый, жесткий, жесткий. Ничего не скажешь. Какое-нибудь оружие есть? У нас что-нибудь на полу у нас валяется? Давайте быстренько-быстренько посмотрим. Здесь ничего нету, это плохо. Это, ребята, очень плохо, это плохо. Давай сюда, сюда проходим, проходим, проходим. Вот сюда. И мне нужно найти какое-нибудь оружие, чтобы победить этого засранца. Потому что, потому что есть, по-моему, какая-то... А, вот здесь у нас ножи. Во, нормально. В этой комнате будем брать ножи и будем его месить. Давайте я выйду посветлее, если есть, грохнул. Во-о-о-о-о! О, вот это хор-лаборатория. Да, ребята, здесь довольно было жарко и страшноватенько. Так, мы оказались на яхте. Ребята, о-о-о! Мы оказались на яхте. Я только что появился на яхте. Меня тут же сразу же грохнули без предупреждения. Что здесь происходит? Ребят, короче, мы свалились с этой страшной лаборатории. Я отправился вообще на яхту, да? И, блин, на яхте нам тоже что-то как-то не повезло, потому что напали, я так понимаю, пираты или... Команда сбунтовалась. Посмотрите! Паренька-то нашего дружбана. Я могу как-то тебе помочь? Может быть, как-то... Могу тебе помочь, дружище? Он говорит, нет, нет, не могу, спасайся сам! О, его проснули насквозь. Так, у меня есть маленький ножичек. Эти у нас... Эти у нас товарищи. Кто у нас такие? Погоди, это тоже команда, но это довольно, видите, опасные... Опасные мерзавцы. Так, он хотел взять бутылочку. Ах ты, не успел, не успел. А этого прямо грохнули в кровати. И посмотрите, он прям... Ножка у него отрублена, блин. Ну, да, ребят, смерть была для него неожиданной. Ну, о, здесь в холодильнике я открыл. Еще у нас, кстати, есть лопата. Давайте возьмем лопату. А лопата, это хорошая тема. Посмотрим, что у нас здесь на яхте. О-о-о-о, какая у нас веселая тут яхта. Боже ты мой, сколько здесь братвы. А этот кто у нас? А этот у нас кто? Опа, он улетел. Ничего себе, ему пришлось как долго лететь. Типа, смотрите, мы как-то вообще глубоко, по-моему, находимся где-то. Так, а тут у нас главное, видимо, пират, да? Пират, самый главный, черная борода. Да, так, у тебя что-нибудь есть у тебя, чем бы воевать-то нам, а? Так, у нас есть кружки. Не люблю кружки. Потому что, когда много кружек, обычно нет ничего жестче, так скажем. Нам бы нужна бы, например, пригодилась бы, скажем, такая, какой-нибудь меч бы шикарный. Вот это бы было бы, да. О, кстати, биты можно отрывать? Нет, эти биты нельзя отрывать. И это плохо. Так, минусы, минусы есть. Минус 8, минус 7 у нас остается. Шикарно, шикарно. Идем дальше. Идем дальше. У нас, может быть, еще несколько минусов. Посмотрите, они прям со всех сторон налетают. И это жесткие, ребят, товарищи. Это очень жесткие пираты. Черт подери. Ох, тут у нас самый главный босс с тесаком. Да, это все будет печальком, печалечком. Опа, помидорка убил или апельсинка кого-то. Так, что-нибудь здесь есть? Есть еще минус 5. Хорошо. Чем меньше народу, тем, конечно, лучше ориентироваться. Потому что, когда слишком много братвы, не поймешь, откуда сзади, сбоку там могут грохнуть. И поэтому нужно прямо очень быстро реагировать моментально. Здесь нужна очень хорошая реакция. Кстати, ты этом весло заметил. Друзья, я там весло заметил. Так что, надо бы попробовать. Так, весло бы взять. Можно его взять? О, можно взять. Отлично, да. Ох, ты быстро ломается. Весло быстро сломалось. К сожалению, это очень-очень печально, что у нас весло сломалось очень быстро. Я бы вот эти перила разобрал, но они почему-то у нас не разбираются. Остались одни только кружечки и все. И все, кружечки и как бы... И на этом, да. Да-да-да, вот это у нас яхта. Вот это у нас яхта, черт подери. У нас, кстати, еще один чувак остался. Один последний, он упал. Я не знаю, нам засчитали его смерть или нет, то, что он упал. То, что мы его сбили, он на перилах сидел. Он сидел на перилах. А, Генус главный босс. А, вот он. Вижу, 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 вижу. Так часто бывает, когда за уровень там улетает чувачок, то могут не засчитать его. Не засчитать. Минус три у нас, ребята, остается. Получается, мне пришлось переиграть, потому что вот этот, который у нас упал с перил, он у нас, получается, не засчитывался, ребята. Он у нас не засчитывался, поэтому я его здесь грохнул. Ну, и остается у нас сейчас охрана. Охрана главного пирата. Охрана. Сейчас мы его, наверное, грохнем. Вот этот самый важный, самый главный такой, видимо, телохранитель. Очень довольно сложно его месить. Кстати, у меня здесь и есть какое-то оружие еще было. По-моему, у кого-то были нунчаки, если я не ошибаюсь. Где-то же были. Где-то же... О, нунчаки. Езза. Езза. Так, ну, давайте мы их, наверное, куда-нибудь вот сюда кинем, чтобы я их потом нашел. Я хочу с боссом побиться нунчаками, а вот этого товарища мы попробуем бутылками. Замесить, если, конечно же, получится, ребята. Если, конечно... О, да, ребята, получилось шикарно. Здесь еще и тюсак упал. Вообще красиво. Вообще красавычек. Откроем холодильник. На всякий случай вот так вот мы немножко его приоткроем. А как спасти нашего... нашего родного товарища? Как же мне его спасти? А получается... Ух ты, гад, я хотел в него кинуть. Ладно, 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 ладно. Вот так вот отпусти нашего бойца. Отпусти нашего дружбана. Блин, он меня не хочет отпускать. Главный пиратище. Мы наносим по нему вот такие вот жесткие удары. Так. Очень мощный, ребята, босс. Очень мощный. Так, ну ладно, ладно. Это все будет полегче, мне кажется. Итак, идем на босса. Идем на самого важного, самого сильного мерзавца, которого нужно грохнуть. Блин, нифига себе. Слушайте, я не думал, что такой этот уровень яхта, он такой прямо хардкорный. Ребята, да, он очень хардкорный. Я вам скажу. Да, да, замочили. И получается у нас остается один вот этот, вот этот самый зараза, блин, босс, который мне уже мозг вынес. Я серьезно хочу его грохнуть уже поскорее, потому что, блин, то ли уровень здесь под лагерь, посмотрите, он телепортируется, он куда-то исчезает, ребят. Я не пойму, что с ним происходит, что не так-то. Он куда-то исчезает, а потом наносит удар. Непонятно откуда. Вот этот вот коварный товарищ, потому что с телепортирующимся боссом я еще не бился ни разу. Так, ну неплохо, неплохо мы его пока валим, валим, валим. О, у нас ломается, к сожалению, ломается у нас весло наше, замечательное весло. Не сразу я его заметил, но, друзья, да, я думаю, что мы должны его затащить. Это, черт возьми, уже прям дело принципа, потому что, ну, я не ожидал от этого уровня, что он будет вообще хардкорный. Я хотел как бы такой, думал, что уровень будет обзорный. Обзорчик такой небольшой, ну, по данной яхте пробежимся, посмотрим. У меня есть нунчаки, кстати. Я схватил нунчаки, нужно подняться наверх, потому что там неудобно. Он как-то еще, здесь небольшой такой уровень, и он немножко то ли под лагерь, то ли здесь босс реально умеет телепортироваться. Я так не пойму. Серьезно, прям, он вообще очень лютый. Ух ты, зараза. Так, еще нунчаками, еще работаем, работаем, работаем. Нунчаки, давай, не подведите меня, пожалуйста. Пожалуйста. Гаси его. Гаси. Ну. Да ладно, не сломались нунчаки. У меня есть кинжал, у меня еще есть кинжал. Ну-ка. Давай, давай, давай. Мы должны спасти нашего дружбана, который прибит к стене. Я не знаю, можно ли его вообще спасти или нет, но мы прям обязаны, ребята, мы обязаны, обязаны. Да, мы это сделали, неужели? Посмотрим, что он, что он там. Вот он, наш дружбанища. Что с ним сделать нужно? Его, наверное, добить надо. Я не знаю, ребята, что нужно с ним сделать. Напишите мне в комментариях, что бы вы сделали, добили бы его или нет. Но я думаю, что я, наверное, оставлю его в живых и сейчас возьмем яхту под свой контроль и мы отправимся дальше. Друзья, ну а если вам нравится P&D Tandre, то прямо сейчас поддерживайте серию лайком, поддерживайте авторов лайком прямо под этой серией. Пишите в комментариях ваши интересные идеи. Обязательно буду все читать комменты. Подписывайтесь на мой YouTube канал, если вы еще не подписались, чтобы не пропустить следующую серию. Обязательно нажмите на колокольчик. С вами был Родригес. Успехов вам, удачи и пока-пока!